МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Свободное время». В каждой минуте есть счастье. Мы надеемся, что 15 минут, проведенные вместе с нами, не будут для вас пустой тратой времени. И вот что мы подготовили в сегодняшнем выпуске. Как мужской галстук может подчеркнуть индивидуальность женщины и придать образу законченный вид, расскажет Ирина Казанкова. Ситцы, станковая живопись и гобелены. В руках Нины Балагуровой любой вид творчества становился произведением искусства. О народной художнице России, которой в этом году исполнилось бы 90 лет, расскажет старший научный сотрудник картины галереи Татьяна Сутурмина. Где мысль не работает вместе с рукой, там нет художника. В рубрике «Мастерская» Ирина Казанкова. Она своими руками воплощает задуманное в жизнь. Материалом для творчества она выбрала мужской галстук. Как классический аксессуар может стать экстравагантным украшением для женщины, узнаете из нашего сюжета. Все началось с семьи, разумеется, с моей бабушки, которая тоже и вышивала, и вязала. Именно она тогда в детстве научила меня вязать крючком, что-то шить. И как бы это для меня всегда было эталоном. Вот бабушкина слова, бабушкина похвала. Всю жизнь я на нее равняюсь. Мой папа Казанков Лев Леонидович, преподаватель математических предметов в кооперативном техникуме. Он также был прекрасным музыкантом. Всю жизнь провел с баяном. Писал песни, руководил художественной самодеятельностью. И помимо этого он хорошо очень рисовал. И в молодости, и в юности осталось у него много работы. То вот выжигал портреты писателя. Ему пришла идея сделать портреты писателей и поэтов. Потому что дома была большая библиотека. И вот он решил ее как бы украсить. И вот он выжигал по дереву. Также моя мама Казанкова Наталья Степановна, проработавшая всю жизнь учителем математики в девятой школе в Тамбове, она тоже помимо того, что всю жизнь танцевала, занималась фигурным катанием. Была одной из первых, можно сказать, фигуристок у нас в Тамбове. Да, она, значит, тоже практически всю жизнь занималась каким-то рукоделем. Ее застать вот просто тоже сидящие сложа руки было невозможно. Вот и до сих пор у меня дома висят ее работы вышитые. Последнее мое хобби – это вот изготовление украшений из мужских галстуков. Мужской галстук – очень красивый предмет мужского гардероба. И бывают очень, что называется, эстетически красивые ткани на этих галстуках. И просто очень жалко, когда этот предмет мужчины перестают носить, а они просто висят в шкафах. Первая моя работа – вот из такого была сделана галстука. Это шелковый галстук, но он украшен бусами. Бус – это бус моей мамы. Мне какие-то галстуки отдавали знакомые, и я их превращала в поделки и отдавала обратно. Вот какие-то галстуки приходилось покупать и в секонд-хенде, и где-то на каких-то развалах вот этих вещевых. Какие-то просто отдавали мои знакомые, и я из них тоже делала. А кто-то вот сам хотел увековечить память о своих ушедших, близких или просто родных людях. Мужского даже пола отдавали в мужские галстуки, и я их превращала вот в такие украшения. И я думаю, люди их с удовольствием носят. Каждый галстук – это отдельная, что называется, история. И очень часто я их просто вот вешаю на дверь и хожу на них, смотрю и думаю, что из них сделать. А потом уже рождается какая-то идея. Потому что вот, например, вот такие вот бантики, они вот хороши, когда галстук сам по себе какой-то очень насыщенный, такой красивый, вот клетчатый. Вот он хорошо будет смотреться вот в таком варианте. Бывает, что два галстука очень интересно сочетаются друг с другом. И из него получается вот уже, вернее, из них, да, из двух, получается вот такая вот штучка. Они, кстати, вот эти вот изделия, они имеют название. Называется калетта. Можно использовать бусины. Вот здесь вот был такой галстук, и к ним очень подошли деревянные бусы. И мне вот захотелось сделать так. Вот эти вот здесь три галстука. Три маленьких галстука, которые для мальчиков делают такие коротенькие резиночки. Вот здесь три галстука. Они собраны в такую розу. И вот очень часто молодые девушки у меня вот такие галстуки просят. Ну, вот здесь вот еще куча всего. Вот такой есть тоже вот вариант. Вот можно украшать пуговками. Вот здесь брошка сделана из пуговок отдельных. У меня, наверное, к каждому платью по несколько штук есть. И я их очень активно ношу. Потому что, ну, мне само это нравится. И как бы это, я считаю, что это очень оригинально и ни на кого не похоже. Изделие из них получилось вот 290. Ну, это так, до статистики я их фотографирую, подсчитываю. Вот. Я предлагаю вот из полосатого галстука сделать, ну, примерно то, что на мне сейчас находится. Вот. Значит, для этого нужно взять иголку. И вот у меня здесь используется тонкая леска. Почему леска? Потому что она прочная и, в общем-то, невидимая. Практически она будет служить долго и держать прочно. Вот. Также для скрепления швов я использую мононить. Она еще более незаметна. Вот. И тоже очень прочно действует. Значит, что мы делаем? Мы просто собираем швом вперед иголку. Вот так со стороны уголок. Вот. Таким образом. Собираем галстук. Вот получается такая вот розеточка. Вот. Хвостики можно обрезать, а можно оставить и потом для украшения. Вот, например, использовать пуговку сюда пришить этими же хвостиками. А можно даже украсить какой-то вот брошкой. И чтобы галстук у нас не одевался через голову, вот я использую такие маленькие кнопочки, которые пришиваются к одной стороне, к другой стороне хвостика, и потом пристегиваются. И вот даже вот в таком варианте может уже быть украшение. В этом году народной художнице России Нине Балагуровой исполнилось бы 90 лет. Ее называли королевой гобеленов. Их отличала ювелирная точность в подборе цвета, изысканный вкус, а за традиционностью исполнения всегда был виден автор и его неповторимая манера. Особой любовью Балагуровой был русский текстиль, многоцветье тканевых узоров. О разных гранях творчества самобытного художника нам рассказала искусствовед и старший научный сотрудник областной картинной галереи Татьяна Сутермина. Народная художница России Она была еще лауреатом государственной премии имени Репина. Это звание она, кстати, получила еще в Иваново, когда она занималась рисунком по тканям, сицы. Ее знаменитые сицы. И долгое время она работала на хлопчатобумажном комбинате в Иваново и родилась она там в 1933 году. Конечно, очень жалко, что не стала Нина Сергеевна Балагуровой, потому что она очень самобытная художница. И у нее разные виды увлечений, не только ткани сицевые, с таким очень четким, изысканным рисунком, продуманным, филигранной точностью, какими-то деталями на этих рисунках. Потом она увлекалась очень гобеленами. И когда она приехала в Тамбов в 1972 году, очень много гобеленов она создала, посвященных именно Тамбову. Увлечение живописью, оно тоже пришло не сразу. Она долгое время ездила по деревням. И ее увлекал народный крестьянский быт. Вот эта утварь, которая иногда была совершенно не нужна хозяйке, они с удовольствием делились, отдавали ей прялки. Ну, все, что было из старого, вот такого крестьянской утвари, из такого быта. И когда заходили мы, художники, и посетители к ней в мастерскую, она воспринималась, как такой маленький музейчик крестьянского быта. Она ее сама с такой любовью украсила и ситцами, и гобеленами. По углам этой мастерской стояли глиняные вазочки, в которых были букеты из сухих цветов, и масса живописных работ. И вот эти работы, одна из них – «Желтые бубенчики», «Дверь в житницу», эти ранние картины 70-х годов, которые отличаются, может быть, немножко темным колоритом, но тем не менее в них такая точность в передаче деталей, отдельных предметов. И, конечно, всегда в этих композициях встречаются любимые ситцы или какой-то букетик цветов, которые она очень любила. Жанр натюрморт – это самый близкий для нее. Со временем восприятие художницы меняется, балагуровые, и создаются уже новые по образному решению натюрморты, которые больше напоминают, или даже пейзажи, которые она пишет, которые больше напоминают по своей структуре, по фактуре гобелены. Вот такая рыхлая немножко поверхность, фактура этих работ, и они становятся более светлые по цвету и декоративные. Последние работы, которые вот в 80-е, 90-е годы она выполняла, они отличаются крупным пастузным мазком, вот такой, ну, большой масштабностью композиции и какой-то своей мыслью, то есть своим проникновением в образ, который она задумала создать. Сама она была воплощением именно такой русской женщины. Она сама шила себе костюмы удивительные по красоте, по вкусу. Ну, и то есть весь образ жизни ее этим отличался. Она была всегда предана искусству. Любой букет цветов, то есть она видела в нем обобщенный образ сразу, какой-то символ красоты. И за что бы она ни бралась, она вкладывала душу и именно свое профессиональное мастерство, то есть которое не отнять. У нее ситцы-то, они на международных выставках участвовали и отличались таким тончайшим мастерством по рисунку. А потом в живописи она нашла свой своеобразный вот такой язык. Она очень плодотворно работала и много работала. Женщина-художница сейчас вышла на какой-то другой уровень, но этот уровень нужно достичь своим внутренним развитием, своим внутренним восприятием мира, которое вот она одухотворяла своей работой, своей любовью к тому, что она видела. Время проходит, но сказанное слово остается. И наша программа подошла к концу. Встретимся с вами на следующей неделе на канале Новый Век. Свободное от работы время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова